У нас конец октября и настало время обрезать гортензии. Я вам сегодня покажу, как я обрезаю метельчатую гортензию. У меня сорт LimeLight. К сроке обрезки гортензии. Это все индивидуально от вашего климатической зоны. На юге это где-то, наверное, ноябрь-декабрь. У нас на Урале это конец октября, начало ноября. То есть как только вегетационный период растения заканчивается, вот у нас был мороз несколько дней, листочки, они вот так вот тут и подморожены. Все соцветия уже как сухоцветы. И пора настало обрезать. Еще раз повторю, что я предпочитаю обрезать осенью, хотя варианты весенней обрезки тоже как бы многие обрезают, и прекрасно все у них цветет. У меня прекрасно цветет, когда я обрезаю осенью. Сразу хочу сказать про Аннабель, что древовидная и метельчатая очень сильно отличаются обрезка. У метельчатой гортензии соцветия, размер соцветий сильно зависит от того, как вы будете производить обрезку. Если вы будете сильно делать обрезку на две почки, соцветия будут вот такими большими и крупными. Цвести будут на неделю позже. Если вы будете оставлять тоже четыре почки, соцветия будут мельче, и их будет больше. А вот этот куст у меня, ему несколько лет, он довольно-таки уже взрослый куст, немолоденький. Ну, будем все сразу и санитарную производить, и саму обрезку. Санитарная обрезка заключается, что мы удаляем вот все вот такие тонкие побеги. Вот, сейчас, вот, допустим, вот он. Вот, вот, все вот такие тонкие, растущие внутрь куста, все пересекающие, все, которые нам не нравятся. Вот, допустим, хороший такой у нас побег. Так, он заканчивается вот такой розеткой. Вот с этой почки пошли три ростка, на которых были вот такие шапочки. Вот, что мы сейчас оставим? Вот этот маленький, тоненький мы удалим. Он мне не нравится. Вот эти два пока я оставлю. Я делаю сильную обрезку на две почки. Вот раз, почка, два. Вот над ней тоже на из косок обрезаю. Я оставлю вот здесь раз, два, обрежу. Это процесс творческий. Можно получать удовольствие просто сидеть, тихонечко обрезать. Можно себе чайку налить и получать удовольствие от процесса. Никто никуда не торопится. Вот, вот этот мне вообще что-то не очень нравится. Вот это прошлогодний побег, а вот это побег нынешнего года. И вот какой-то он слабенький, хиленький. Поэтому вот эту всю веточку я удалю. Сейчас я вам продемонстрирую, что я удалила. То есть вот эта ветка, и с нее за год вот такой один побег хиленький, оставлять ее смысла нет. Она только загущает. Одна из целей обрезки у нас еще сделать вкус проветривым, разрядить и прорядить его. Возьмем вот этот побег, да, у нас старый. И с него вот сколько пошло побегов. Раз, два, три, четыре текущего года. И на них хорошие шапочки. Но все четыре я оставить не могу. Вот которые вовнутрь я обрежу. Так, здесь вот этот оставлю на две почки. Вот этот вовнутрь я обрежу. Режем, режем, не жалеем, потому что вот отовсюду, ну как бы, гортензия очень хорошо восстанавливается. Вот. Пока что так. Вот такие сильные, вот, я оставляю на три почки. Как скелет формирую новый. Раз, два и три. И на третий первый надрез. Вот у нас прям стандартно. То есть вот у нас идет, я оставляла почки, несколько почек, да. Вот тут пошла тоненькая, а вот с верхней почки пошли три побега этого года. На них вон какие крупные шапки. Вот прям хорошие крупные шапочки. Вот. И как мы обрежем? Обрежем вот так вот тоже. Тут у меня получилось даже три почки. Вот раз кольцо, два и три. Раз, два, три. Вот. Вот этот побег пересекающий, я его удалю. Вот он сильный, хороший. Этот вот старый побег, он, ну, как бы, никаких почек не дал. Его надо убирать. Следующий побег, вот, тоже хороший. Вот это мы уберем. Тут вот тоненькие, вот эти веточки. И вот внутрь, которую я уберу. А вот эти две я оставлю. Здесь нижний на одну ветку, почку, а здесь на три. Вот такая ситуация. Здесь у меня старый, кривой какой-то ствол. И вот с этой почки пошел сильный побег. Вот я вот этот ствол старый хочу обрезать. Вот. Я его обрезала. А вот этот я оставлю на три почки, чтобы новый скелет сформировать. Раз, два, три. Даже могу на четыре. Пока что. Там посмотрю. Вот что у нас получилось. В этом году я очень сделала сильно омолаживающую обрезку. Все старые, как бы, которые у меня куда-то не туда наклонились, или слабые какие-то, с них идут побеги. Я все обрезала. Санитарную сделала обрезку омолаживающую. И посмотрим, что будет. То есть в этом году я прям очень хорошо сформировала, я считаю, и обрезала. Вот я не боюсь, что у меня будет мало соцветий, потому что я оставила кое-где по три, по четыре почек, колец. Из каждого кольца обычно идет по два, иногда по три побега сильных, иногда может быть. То есть вот у нас получился результат моей гортензии. Я предпочитаю, чтобы у меня гортензии не росли сильно высокие, потому что у меня тут окна, и я как бы предпочитаю кусты, ну, более низкие, но с более большими шапками. Я предпочитаю очень жесткую обрезку, сильную обрезку. Продолжение следует...